Поговорим о культурке. Именно о культурке. Потому что, к большому сожалению, о культуре в наших патентах разговоры все чаще становятся привилегией за кулисья старой интеллигенции, которая помнит еще, что мертвые души – это не про свору собак и табун лошадей, Иисус Христос не был суперзвездой, картины не пишутся борщом и винегретом, а режиссер – это не про эпатаж, распутство и шок-контент, а про разговор души с душой, сцены со зрителем в приглушенном свете рампы. Музей имени Пушкина в очередной раз в скандале. Туда подъехала очередная культурка, хотя, если призадуматься, а выезжала ли она последнее время оттуда вообще? После ухода Марины Лошак с поста директора музея его возглавила Елизавета Лихачева. И если первая запомнилась нежной любовью к современному искусству и попыткам опылить им Пушкинский музей, чего стоит одна только лошадь, подвешенная при входе под его потолком, изображающая инсталляцию итальянского художника Каталана под названием «Баллада о Троцком», которая чучелом бедного коня якобы напрямую отсылает к российскому революционеру Льву Троцкому и символизирует собой крушение новых идеалов. И тем, что она является родственницей двух инагентов, то вторая Лихачева запомнится. О, она запомнится много чем. Опять-таки, к большому сожалению, Лихачева привела вместо себя Лошак и назвала ее кандидатом, отлично подходящим на должность директора музея. «Я лично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо», — сказала она. Лихачева стала директором. По первому образованию юрист, работающая в органах Федеральной миграционной службы. Она к 35 годам таки обзавелась дипломом МГУ искусствоведческого направления. Пикантная подробность. Когда ее назначили директором Щусевского музея, его коллектив, вооружившись условными пиками и копьями, пошел на нее войной. Сотрудники написали коллективную петицию с просьбой убрать ее с поста директора, поскольку Лихачева может похвастаться отсутствием ученой степени, научного опыта, серьезных публикаций, авторитет и уважение среди коллег и присутствием выговоров, нарушением дисциплины, неэтичным поведением и плетением интриг. Сама же Лихачева на предложение стать директором Щусевского музея отвечала так. «Вдруг выгорит, а если не выгорит, будет хороший экспириенс». И вот теперь экспириенс выгорает в Государственном музее имени Пушкина. В марте 2023 года он был, например, с участием Иосифа Сталина. В качестве экспириенса Лихачева сравнила его с Микки Маусом, потому что ей показалось, что покойный лидер СССР является предметом поп-культуры. Люди сидят на полном серьезе и обсуждают смерть Сталина. «Граждане, вы там совсем что ли кукухой поехали? Вообще больше обсудить нечего. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус. Я приверженец очень простой позиции. Он сдох. Все, проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталином. Это смешно просто. Почему не Иваном Грозным? И еще Петр Первый был тоже такой же сомнительный персонаж». В том же марте того же 2023 года Лихачева в запрещенных соцсетях очень интересовалась, по какой такой причине Земфиру, инагента, сделали инагентом. И почему люди, которые сами нарушают закон, этот закон и утверждают. И предупредила, что Россию погубят не козни врагов, а глупость ее защитников. И вот новый скандальчик от культурки. Недавно кафе «Пушкин» имела честь праздновать свой день рождения. Елизавета Лихачева была среди гостей, одетая в очень своеобразный наряд. Брючки, пиджачок и футболочка. На футболочке крупными буквами было прописано. «Леха, ты вряд ли прочтешь, поэтому просто надпись на экране крупно». Что на английском звучит как «I don't need sex, the art world dug me everyday». Если вы в слове «Duck» поменяете первую букву на «F», то получите аутентичную надпись. Мы немного сгладили, потому что даже в английском варианте это, знаете ли, не очень. Ну и с переводом, мы полагаем, вы тоже легко справитесь сами. Реакция общественности, как вы понимаете, не заставила себя ждать. Тот окрестился, приговаривая «Свят-свят, упаси нас Божия» от такого директора. Тот просто брызгал экран святой водой. Но Лихачева это все до одного места. Мне кажется, что попытки раздуть из этого какой-то вселенский скандал абсолютно несостоятельны. Музей работает. Это почему-то никого не интересует. А вот почему директор свободной от работы времени ходит по ресторанам, всех интересует. Это просто нелепо. Как думаете, стоит ей сказать, что ее прогулки по ресторанам нас вообще не колышат, а колышат нас немного другие вещи? Или в данном случае, если надо объяснять, то не надо объяснять. Когда твой этический корсет погнут, и когда он уже не способен поддерживать тот культурный стержень, который делает из тебя интеллигентного человека, мы получаем лихачевых. Попсу на минималках от культурки. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.